Подчас наведывания паперовой фабрики президент Беларуси отказал на пытание журналистов. Управданности Александр Лукашенко поделился некоторыми подробностями коррупционной справы в цукровой галине. Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве так называемую прокладку, как она, дилерскую... Торговый дом. Торговый дом создали. Ну, обычная прокладка. Можно было через концерн продать, договориться по цене и продать на рынке сахар. Нет, создали этот торговый дом. Поставили туда, ну, я руководителей называю, одного-второго, своих. С этих заводов, допустим, в прошлом, в этом году, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам-заводам. Но что мне больше всего, когда мне доложили, давно на контроле этот вопрос, спецслужбы вели, я контролировал его. Мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну, может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы шли туда, переоформляли. И здесь прямо с завода на наш рынок поставляли этот сахар с моржой, а потом эту моржу делили на взятки. И еще одно пытание журналиста утышилось о ситуации с эпидемией коронавируса. По словах Александра Лукашенко, головное, что подробуется от насельництва, заховывать правила особистой гигиены. Все остальные зробят установы оховы здоровья, у которых есть усе махчимости не допустить расповсюживания захворывания у Беларуси. Надо спокойнее на это реагировать. Поэтому все зависит от нас. Это элементарное. Поэтому надо обеспасить себя, своих детей, особенно деток маленьких. А насколько это возможно, а возможности у нас такие есть, государство свои обязанности выполнит. Не должно быть... Вот молодцы. Чем мне белорусы понравились? Недавно в СМИ была информация. Никто не побежал там хватать эти маски, как в России. В 35 раз маски, на морднике я называю, подорожали. В 35 раз несчастная эта маска подорожала. Даже спокойно надо. Кому-то купили. У кого-то дома они всегда есть. Ну, у кого нет. У кого детишки маленькие, обязательно эти маски есть. Никто не бегает, не мечется. Ну, ведут себя как цивилизованные люди. Всего у нас на настоящий момент достаточно для того, чтобы обезопасить наших людей.